здравствуйте уважаемые садоводы огородники сегодня мы поговорим с вами о огороде на подоконнике это очень обширная тема на подоконнике можно выращивать всевозможные растения и огурцы и помидоры кое-что у нас есть на канале в наших роликах ну а сегодня поговорим с вами о гидропонике меня зовут русских иван я вас приветствую на канале про цветок весной конце зимы уже очень хочется в огород по крайней мере у меня есть такой такое внутреннее желание уже что-то выращивать что-то сеять что-то высаживать ну и очень хочется порадовать себя домашней зеленью среди привычных способов получения зимней и весенней зелени в домашних условиях а это выгонка зеленого лука это выращивание ботвы свеклы из мелких свеколок это очень хорошая штука также можно выгонять зелень петрушки сельдерея можно выгонять зелень моркови она тоже очень полезная вкусная является хорошим источником всевозможных витаминов и активных веществ для нас они высаживаются как правило но тоже в своеобразной гидропонике лук можно выращивать просто когда луковица становится на банку там немножечко воды корни в воду прорастают это тоже гидропоника но чаще всего мы выращиваем для удобства все это в грунте а вот гидропоника это совсем другая история гидропоника это способ выращивания растений в растворах есть разные разновидности гидропоники с инертными наполнителями без инертных наполнителей есть такая разновидность гидропоника как аэропоника тоже интересная штука но я хочу с вами поделиться моим очень простым и эффективным способом выращивания салата по этому же самому способу вы можете выращивать укроп петрушку всевозможную зелень горчица очень хорошо салатная растет любые салатные зеленые овощи которые размножаются семенами то есть не корневища не клубни не не что-то еще а именно семенами для того чтобы обеспечить растения в гидропонике всеми необходимыми питательными веществами выращивать мы их должны не в воде а в растворах удобрений потому что они должны черпать оттуда себе питательные вещества в качестве такого удобрения я использую наше обыкновенное удобрение которое гродно азот выпускает называется она белвито универсальная на самом деле завод в такой упаковке выпускает множество марок удобрений в том числе между прочим кальциевую селитру для томатов очень хорошо для других растений но я люблю белвито универсальная вы можете использовать любое удобрение для комнатных цветов с микроэлементами самое главное делать правильно раствор раствор нужно сделать так как это указано на упаковке у меня написано что на один литр воды даже на полтора литра необходим один колпачок удобрения вот такую концентрацию для питательного раствора и нужно делать ничего другого сюда добавлять не надо как вы видите растения мои растут а я буду использовать салат семена салата его использую вы можете взять листовой качаны не очень хорошо удается в такой системе а вот листовой салат удается лучше всего для выращивания я использую емкости это не что иное как баночки от сметаны мне очень нравится идея выращивания вот чего-то такого в при вторичном использовании вот этой пластмассы все-таки съесть там сметану простоквашу ряженку из нее йогурт и выбросить это как бы очень просто и не совсем экологически дружественно а вот придумать вторую жизнь для этой вещи это очень хорошо тем более что салат я этот съем и подойдет время к тому чтобы пересаживать рассаду томатов более крупные емкости я здесь проделаю дырочки и сюда же посажу рассаду томата что в общем получится как минимум трижды я уже использовал этот стаканчик это очень хорошо пластмасса это предназначена для контакта и с пищевыми продуктами и с водой водными растворами поэтому бояться какой-то миграции вредных веществ из пластмассы в наш питательный раствор не стоит сюда я наливаю наш раствор в чем же у меня растут растения а растение у меня растут самом обыкновенном поролоне это материал достаточно инертный он также является дружественным растением из него нету эмиссии каких-либо вредных веществ в воду именно поэтому я его и использую что я делаю по диаметру моей банки вы можете использовать любую но вот это вот на 400 миллилитров по диаметру этой банки я вырезаю кусочек поролона это очень просто таким образом чтобы он сюда входил с некоторым усилием то есть чтобы он здесь был внутри на распор чтобы он там не болтался не проваливался хорошо туда вот внутрь банки попадал затем я с помощью ножниц это очень просто проделываю вот такие вот отверстия внутри их можно проделать одну например по центру а можно проделать несколько если вы делаете одно отверстие по центру то растение у вас вырастает одно ну два смотря сколько семян вы туда положите и она достаточно крупная если вы делаете десяток отверстий выселается туда 10-15 проклюнувшихся семян то в этом случае вы получаете растение меньшего размера но общая масса у вас также получается довольно крупная и вот в эти вот дырочки вот в такие вот дырочки я внутрь вот сюда закладываю семена это очень просто она вот так выворачивается и проклюнувшиеся зернышко но я использую проклюнувшиеся семена чтобы наверняка она уже была схожей на самом деле сюда можно засыпать 35 семечек сухих в крайнем случае если они все взошли то лишнее можно удалить оставив одно-два растения на каждое отверстие после того как я сюда заложил семена а семена я закладываю достаточно глубоко почти на всю глубину таким образом чтобы когда корешочек появится чтобы он вылез с этой стороны и проник уже сразу непосредственно в наш раствор и вот сюда вот засеваю эти семена после этого я заливаю питательный раствор в стаканчик и опускаю поролон очку таким образом чтобы на поверхности поролонки было небольшое количество влаги и ставлю вот эту вот систему раствор плюс поролонка внутри которой засеяны семена оставляю на ярком свету если вы уже начали выращивание рассады очень хорошо поставить это туда же под сильные лампы нет значит оставьте на подоконнике но я предупреждаю вас что при недостатке света а свет гидропоники особенно такой зимний весенний период является ключевым фактором успеха по выращиванию этой продукции вот в случае недостатка света успеха выращивания у вас не будет более того многие опасаются нитратов подобного рода продукции и правильно делают потому что именно в случае нехватки света когда ваши проростки желтые бледные хилые слабые вот именно в этом случае они могут накапливать нитраты напротив хороший мощный рост как у меня здесь этих салатов он будет говорить о том что нитраты до поглощаются из раствора их там немного но вполне достаточно для того чтобы обеспечить рост развития этих растений и вот они оттуда поглощаются и тратятся все цело на что на вот рост развития растения то есть они накапливаются и тратятся а если света не хватает то они только накапливаются и могут попасть к нам в пищу насколько опасны нитраты какие нитраты опасны это вопрос спорный когда-то было очень много такой можно сказать истерии по поводу нитратного загрязнения овощей на самом деле ученые на сегодняшний день уже пересматривают этот вопрос и мы в наших выпусках обязательно с вами об этом поговорим и так вы здесь увидите всходы вашего салата по мере того как поролон очка будет подсыхать вы проливаете ее периодически либо водой либо тем же самым питательным раствором до тех пор пока у вас не появится 35 настоящих листиков подливайте туда воду взамен испарившийся а вот когда у вас уже 35 листиков настоящих вылезет в этом случае каждое увлажнение поролона делайте с помощью того же питательного раствора приготовленного из удобрения в результате вот в такой вот поролон очки у вас вот здесь вот образуются корешочки вот здесь внизу они тут хорошо видны и будут вот видите какие хорошие корешочки они проникают в раствор а здесь на поверхности растут растения и вы по мере необходимости отщипываете их и съедаете конечно количество этих выросших растений в такой культуре не очень-то большое и не смогут обеспечить вас зеленым салатом на каждый день если только конечно вы не займете все подоконники не наставите ламп и не превратите свою квартиру в промышленное производство зеленых культур но веточка укропа к ужину или листики салата к какому-то блюду вполне и украсят и обогатят ваш стол полезным витаминным продуктом по мере того как одни растения вырастают и съедаются на их место вы можете высевать другие и таким образом иметь целый зеленый конвейер в течение длительного времени вплоть до получения первого урожая салата и других зеленых овощей это и руккола это и кориандр кинза и другие всякие всевозможные в защищенном грунте в теплице например либо же уже в настоящем открытом грунте но уже конечно попозже что ж задавайте свои вопросы может быть что-то осталось непонятно хотя система очень простая буду очень рад ответить на ваши вопросы на портале процветок . ком на этом прощаюсь с вами желаю вам процветания вам и вашему дому всего хорошего